Легкая атлетика Что же касается нашей страны, то в конце осени легкая атлетика должна переезжать в крытые помещения. Таковы реалии нашего климата. В середине декабря в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошли традиционные соревнования открытия зимнего сезона. В них участвовали более 800 юных спортсменов со всей Москвы. 116 из них представляли специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва ЦСКА по легкой атлетике. Эти соревнования – отличная возможность просмотреть юных спортсменов, найти новые таланты, которые со временем могут продолжить славные традиции отечественных легкоатлетов. Серьезной конкуренции не было за счет того, что пока еще мало кто из соперников вышел. Представительность очень хорошая, хорошо организовали. Как всегда, в хорошем манеже. В перспективе первенство Москвы и будет еще первенство России. Просто зимой мало соревнований. Скорее всего, может быть, еще какие-нибудь выступы поедем. А кто из известных легкоатлетов является вашим кумиром? Анна Чичарова. Она выиграла Олимпийские игры, тоже прыжки в высоту. Шикарная женщина, я считаю. Техника, сам ее вид. После того, как родила, тем более, дочку, выиграть Олимпийские игры – это очень сильно. После Нового года в легкоатлетическо-футбольном комплексе пройдет турнир «Русская зима», в котором традиционно принимают участие ведущие легкоатлеты мира. У юных спортсменов будет возможность увидеть своих кумиров, в деталях понять их филигранную технику и эмоциональный настрой, без чего невозможны рекорды и победы. Субтитры создавал DimaTorzok